Больше суток в нашем дворе громко кричал маленький котенок. Сначала мы не обращали внимания, но крики становились истерическими, и это было очень подозрительно. Вечером мы решили выйти на улицу, чтобы попытаться найти крикуна, покормить и просто убедиться, что с ним все хорошо. Котенок сидел под одной из машин и был до ужаса напуган. Кто же смог выбросить этого малыша на улицу? Его явно кто-то притащил домой и потом выбросил обратно. Почему мы так думаем, спросите вы? Да потому что ни кошки, ни других котят у нас во дворе не было. И этот котенок, как и его крики в нашем дворе, появились внезапно. Зачем вы вообще их трогаете, если не уверены, что оставите себе? Мы стали присматриваться, нет ли у него повреждений, не придавила ли его машина, потому что кричал он действительно очень громко. К счастью, котенок оказался целым и невредимым. Взяв с собой пару пачек корма, мы стали приманивать его к себе, чтобы покормить. Малыш был очень сильно напуган и боялся к нам подходить. Но потом постепенно начал привыкать, подошел ближе и даже дал себя погладить. На удивление, он оказался очень ручным и ласковым. Затем Катя взяла его на руки, он заполз в карман ее байки, пригрелся там и уснул. Нет, забирать его к себе у нас и в мыслях не было. Мы же не можем за каждым безответственным человеком подбирать выброшенных животных и каждого оставлять у себя. Рано или поздно у нас дома просто не хватит места. Мы сбегали домой за коробкой, положили туда тряпочку и решили оставить его в кустах около дома. Сели на скамейку недалеко от этого места и стали наблюдать за его поведением. Но крики продолжились. Котенок снова выбежал из кустов и полез под ближайшую машину. И тогда мы стали думать, что с ним делать дальше. Этот ребенок кричал на весь двор, мешая людям спать. Однажды с ним бы что-нибудь случилось, либо он просто оказался бы под колесами проезжающих мимо машин. А этого допустить, сами понимаете, мы никак не могли. Учитывая контент нашего канала, мы решили поступить так же, как и с Ютиком. Забираем на передержку и пробуем пристроить через объявление котенок в добрые руки. Если это не поможет, снимаем видео и пробуем найти ему дом через ютуб. Ведь нас с вами вон как много. Уже скоро 700 тысяч будет. Мы все вместе обязательно что-нибудь придумаем. Итак, план составили. Осталось только придумать место для передержки. К нам домой забирать не вариант. У нас и так перенаселение животных. Сделав несколько звонков, у нас оставался последний вариант. Вести этого крикуна на ту самую квартиру. И тут началось самое интересное. По сложившейся традиции, мы первым делом стали его мыть подушеком теплой водичкой. И в этот момент мы просто ужаснулись. Вы только посмотрите, какая с него стекала красная вода. Да, вы правильно поняли. Это кровь. Оказывается, его настолько поедали блохи, что вся шерсть была буквально пропитана кровью. Вы вообще когда-нибудь видели такое? Лично я нет. Там блох посыпь сколько? Смывай. Не бойся. Еще шампунь. Ты хорошо его намыли, хорошо потри его всего. Главное там все эти дела. Да, держи вот так. Посади, сука. Чего ты? Чего так лететь? Я же тебе ничего больного не делаю. Ты даже сидишь спокойно. Мне даже тебя не хватит. Я ему плоху смотрю. Куча. Их надо сейчас ловить по ходу. Сколько их много. Я все говорю, там их, я не знаю. Большая часть блох смылась вместе с водой, а вот остальных нам предстоит выловить самим. Несколько раз мы помыли его шампунем от всякой кусачей нечисти и тщательно поливали душиком. Теперь понятно, что кричал он так громко не только от страха. Его атаковали блохи со всех сторон и буквально поедали его живьем. А еще, кажется, теперь мы знаем, почему прошлые хозяева не захотели оставлять его у себя. Но ничего, теперь будущее малыша в наших с вами руках. Пора окончательно подготовить нашего героя к встрече с будущим хозяином и вычистить все лишнее. Пока он мокрый, блохи не особо подвижны и доставать их будет гораздо проще. Учитывая, что такие вредители это маленький белок, который погибает при температуре от 70 градусов по Цельсию, мы решили набрать в ведро горячей водички из крана, ведь по стандарту она как раз и должна быть около 70 градусов. Проще говоря, оказавшись в горячей воде из крана, они сразу погибают. Хватая кусачек по одному, мы опускали их в горячую воду, из которой они уже никогда не выплывут. Они все выбрались, где сухо. И на морду, и в уши. Блин! Просто я не знаю, как бы... Рой! Честно признаюсь, я никогда не видел столько блох у таких маленьких котят. Послышь, что творится. Их было так много, что мы не успевали их ловить. Просто! Я такого еще не видел. Они прятались кучками в одном месте, а когда до них добирались, они бежали в другое. И все же хорошо, что мы его забрали. Вы только представьте, что бедолага чувствовал, когда эти кровопийцы кусали его со всех сторон. И по руке ползет. Рано или поздно они высосали бы из него всю кровь. Хорошо, что он это смущает. О, о, поперли, поперли. Блин, я не знаю, как их хватать. С каждой минутой тело котенка становилось все чище, а вода в ведре заполнялась уже второй партией неживых кровососов. Ты знаешь, мы уже его так неплохо почистили. По сравнению с тем, что было, сейчас его уже так сильно не кусают, поэтому он успокоился, пригрелся, перестал кричать и даже замурлыкал. Еще немного покопались в его шерсти и поняли, что у него практически не осталось блох. Не хочешь? Нет. Чтобы закрепить победу, мы решили его еще раз помыть, высушили и положили спать. Также не забываем про личную гигиену, ведь нам не нужны неприятности со здоровьем, особенно после выполнения таких грязных работ с участием бездомных животных. Утром купили ему хорошее лекарство от блох, чтобы вытравить счастливчиков, которых мы могли упустить прошлым вечером, а затем мы потравили ему глистов по рекомендации ветеринара. За котенком каждый день наблюдала мама Кати, а мы тем временем продолжили следовать нашему плану по поиску хозяина через объявление в добрые руки. Но, увы, ни через сутки, ни даже через неделю нам так никто и не перезвонил. И теперь у нас остается последняя надежда только на это видео. Этот мальчик очень ласковый, игривый и абсолютно здоровый. Дружит с другими животными, очень любит Кнопу и не отходит от нее ни на шаг. С аппетитом проблем тоже нет. Он кушает все и с удовольствием. Приучен к рукам человека, а в туалет ходит только в лоток. Если он вам понравился и вы бы хотели забрать его в свою семью, в описании под этим видео вы найдете всю подробную информацию о том, как с нами связаться и где нас найти. Если вы живете в Беларуси, мы привезем его прямо к вам домой. Поэтому спускайтесь в описании, находите там ссылки на наши соцсети и пишите нам. А всех остальных хочу попросить помочь нам распространить этот видеоролик. Поделитесь им с друзьями и опубликуйте его в своих соцсетях. Также будет полезно, если вы оцените это видео лайком или дизлайком. И напишите несколько добрых комментариев. Давайте все вместе сделаем хорошее дело и подарим этому красавчику билет в счастливую жизнь. Мы ведь можем это сделать.